Какова основная проблема при выборе доступного проигрывателя, будучи новичком в виниловодстве? К сожалению, зачастую будущие пользователи винила покупают самые простые бюджетные устройства, где и речь-то не идет о качественном звуке, даже не подозревают, что они запиливают пластинки. Да, к сожалению, подобные сувенирные устройства и игрушки не могут похвастаться бережным отношением к винилу за счет прежде всего пьезоголовок с сумасшедшим прижимом под 10 грамм и простенькой заточкой иглы. Уж не говоря о конструкции и невозможности что-либо правильно отстроить или уж тем более проапгрейдить. Однако, есть доступные решения, на которых можно получить за свою цену, конечно, приемлемое звучание, без опаски испортить винил из вашей коллекции. Об одном из таких проигрывателей я вам сегодня и расскажу. Встречайте, свеженький Project E1BT. Проигрыватель E1 выпустили аж в трех модификациях. С фонокорректором, без фонокорректора, а также с блютуз-модулем и встроенным фонокорректором. О последнем как раз и поговорим. Собственно, этот бренд и славится хорошим отношением цены-качества, причем в любом сегменте. А с учетом наличия собственной фабрики в Чехии без азиатских вмешательств, внушает доверие и уважение. И да, начальные проигрыватели Project не запилят винил, поскольку комплектуются головками звукоснимателя Artofon. Сразу о стоимости. Средняя цена проигрывателей примерно 25-30 тысяч рублей. Давайте оценим аппарат, исходя из его класса и цены. Насколько это адекватный выбор для начинающих? Обсудим звук, функционал, варианты апгрейда и его конструкцию, с которой, кстати, сейчас и начнем. Итак, проигрыватель весит 3,5 килограмма. Очень легкий. Корпус из композитного волокна. Опорный диск из АБС-пластика. Тонарм 8,6 дюймов с алюминиевой трубкой. В комплекте картридж Artofon OM5 с эллиптической иглой, что нечасто встретишь в рамках такого сегмента. Проигрыватель комплектуется полизащитной крышкой и фетровым тонким слипматом. Из органов управления слева кнопка запуска двигателя на 33 или 45 оборотов. В среднем положении двигатель останавливается. Справа в версии с Bluetooth-модулем кнопка для сопряжения Bluetooth-устройств. Сзади. Вот что меня приятно удивило, два RCA-выхода без переключателя. То есть один выход на фонокорректор, второй линейный с задействованием встроенного фонокорректора. Что тут особенного? Дело в том, что выходы запараллелены, а это говорит о том, что можно одновременно задействовать оба. К примеру, пустить с линейного выхода сигнал на запись, а с фона выхода слушать одновременно музыку, используя внешний фонокорректор. Ловите лайфхак. Кстати, это первое, что я проверил, работает. Сэмплы снимал как раз для вас, используя встроенный фонокорректор, так сказать, для объективной оценки звукопроигрывателя из коробки. Да, интересно, что два выхода есть в версии проигрывателя с Bluetooth-ом. У версии с фонокорректором выход один, с переключателем. А у стандартной версии проигрывателя RCA нет вовсе. Только выходящий сигнальный кабель. Комплектная головка звукоснимателя Ortofon OM5 сейчас стоит 4000 рублей. Имеет выходное напряжение 4 мВ, воспроизводит частотный диапазон от 20 Гц до 25 кГц. Разделение по каналам 22 дБ с разбалансом в два. Головку можно проапгрейдить вставками, коих сейчас хватает. Или же заменить вообще на схожие по конструкции головки OM10, 20, 30, 40. Сороковка, кстати, с отличной заточкой Fritz Geiger 70. Ну, правда, обойдется подороже проигрывателя. Но при этом даст превосходный трекинг-абилити, снизив до минимума искажения за счет превосходной читаемости. От себя бы я в качестве апгрейда рассмотрел, пожалуй, компромиссный вариант OM30 с заточкой Nude Fine Line. Обойдется дешевле с 40-й модели, при ней тоже хорошей читаемостью и уже даст весьма ощутимый прирост в качестве звука. В принципе, выше я бы уже, наверное, прыгать не стал и другие головы не ставил. Ведь куда проще сменить просто иглу, не меняя никакие настройки и не заморачиваясь с переустановкой головки. Итак, посмотрим, что же нам выдает комплектный картридж. По амплитудно-частотной характеристике разбаланс небольшой. Есть незначительный подъем на высоких частотах, который начинается с 10 кГц и к 18 вырастает на пару дБ. Головка характерна более-менее ровным звуком без акцента на высоких, что хорошо особенно в начале винилового пути. Ни звенит, ни бубнит, отыгрывает весь частотный диапазон вполне прилично. Заточка иглы дает приемлемое качество считывания. Все же это не сфера, которая славится высоким уровнем искажений. Динамика на фоне конкурентов хорошая. Конечно, требовать высокой детальности тут не стоит. Все же учитывайте, пожалуйста, стоимость головки и проигрывателя. Тяжелые жанры, поп-музыку и электронику отыгрывает нормально. Любителям классического хард-рока или молотящего металла пойдет. Вот с живыми инструментами уже чуть сложнее. Нужна игла посерьезней. Но это пища для размышлений на будущее. Встроенный фонокорректор имеет усиление 34 дБ. Это говорит о том, что если вы вздумаете менять все-таки голову, обращайте внимание на ее выходное напряжение. Не стоит брать модели со значением ниже 4 мВ. Лучше больше. Меньше будет ловить шумок. Из достоинств. Проигрыватель элементарен в эксплуатации и готов к работе прямо из коробки. Все, что нужно, просто установить опорный диск, натянуть пасек, положить слепмат и установить полезащитную крышку. Головка с эллиптической заточкой и возможностью апгрейда. Два RCA-выхода. Отстегиваемые кабели для любителей поставить аудиофильские межблочники прямо оценят эту возможность. Скорость переключается с кнопки. Не надо лазить под опорный диск и руками перекидывать пасек на соответствующий шкив двигателя. Ну, как в некоторых моделях. Уровень детонации и разбаланс по скорости невысокий. Замерил, получил вот такие результаты. Для проигрывателя начального уровня вполне неплохо. В инструкции уровень детонации заявлен около четверти процента. То есть на деле ситуация получше. Из недостатков. Своеобразная конструкция тонарма. Есть люфты и нет настройки антискейтинга. Однако при своем прижиме его необходимость тут невелика. Проигрыватель легкий и может скользить на гладкой поверхности при включении кнопки сбоку. Поэтому при старте придерживаем обеими руками или запускаем двигатель держась за плент. Да, еще проигрыватель полностью собран и отстроен. Причем вам даже не придется устанавливать прижимную силу. Противовес уже зафиксирован со значением 1,6 грамма. Прижим можно, конечно, менять. Для этого надо ослабить на противовесе винтик шестигранником, который идет в комплекте. Что еще удивило, проигрыватель уже укомплектован даже механическими весами. Не говоря уже о шаблоне для настройки позиционирования головки звукоснимателя. Во как! Забота о пользователе в начальном классе встречается далеко не всегда. Подытожим. Е1 хорошее стартовое решение для новичков, с которого можно начинать знакомство с винилом, не опасаясь за пластинки. Получив при этом приемлемое представление о звуке винила, особенно если со временем поставите иглу ОМ30 или даже 40. Других апгрейдов я бы, наверное, не проводил. Да, конечно, фетр не резина, можно поменять слепмат, но ищите только тоненький, поскольку тонаром по высоте не регулируется. Ну, хотя как не регулируется? Можно поколдовать и над этим, подложив какую-нибудь проставку под базу. В инструкции, конечно, об этом не сказано, поэтому ловите еще один лайфхак. Что ж, друзья, у меня на сегодня все. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик, чтобы не пропустить следующие интересные видео и обязательно делитесь вашим мнением в комментариях. Ну, конечно, самое главное, будьте здоровы! Счастливо!